Есть еще кое-что, что было показано в некоторых материалах к десятилетию Дестини. Это экзотическое оружие, которое вернулось к нам из прошлого. Ледоруб возвращается. Да, да, ледоруб возвращается. Мы не стали его выпускать, потому что проблемы с боеприпасами, которые появились в Новом Лондоне, были очень серьезными. Но у нас есть версия, которая позволяет вам снова почувствовать себя так, будто у вас всегда есть боеприпасы. И при этом не нужно просто стоять и стрелять по врагам издалека, если вам так не нравится. Работает это так. Помощь и добивающие удары другим оружием просто пополняют запас боеприпасов для... Ледоруба. Понятно. У него обойма на 10 патронов, такого же размера, как и запас. Так что игроки, которые находятся между фазами нанесения урона боссу или чем-то еще, вы и ваша команда убиваете врагов. И пока вы получаете помощь или добиваете врагов, вы возвращаетесь с полным боезапасом. Понятно. В Дестини один не было льда, который нужно было бы ломать, верно? Но на этот раз у нас есть куча льда, который можно сломать. У нас еще есть немного времени. Справедливо. Всем привет. Собственно, с вами Джон, он же Айсбрейкер, он же Ледокол, будет хренью 312. Ну, тут вышла статья на TheGamePost, где ребята собрали в кучу все то, что нам Банджи рассказали на своей трансляции про грядущий контент. Но я решил пока что сфокусироваться на Айсбрейкере. Но, кто не помнит, это у нас была снайперская винтовка в первой части, которая восстанавливала патроны. Сперва она восстанавливала каждые 6 секунд, по-моему, патрон. Всего у нее в обойме было 6 патронов. Магазина у нее не было и так далее. Соответственно, она представляла из себя такой вот бесконечный в плане боезапаса инструмент, ограниченный только временем. То есть вы могли им пользоваться и чистить там мобов, пользоваться им в PvP и так далее. Тут же Банджи решили вернуть его, этот ган, эту пушку во вторую часть, но сделали это по-своему. Как вы могли услышать, я вот специально оригинал трансляции предоставил, да, вот, в переводе нейросетки, но все-таки. Если забить на то, что Нью Лайт, это у нас там новый Лондон и так далее, да. Но сфокусироваться на сути у нас... Что из себя будет представлять Айсбрейкер во второй действии? У него будет 10 патронов в магазине и 10 патронов в резерве. Соответственно, 20 патронов, но восстанавливаться патроны будут не со временем, как это было в первой части, сперва 6 секунд, а потом после нерфа 9 секунд на одну пулю. Надо будет что делать? С других пушек помогать добить какого-нибудь врага, или добить какого-нибудь врага, чтобы восстанавливать боеприпасы для Айсбрейкера. То есть, самостоятельно эта пушка патроны регенерировать не будет. И, честно говоря, у меня это вызывает кучу вопросов. То есть, я понимаю то, что во второй действии все не так просто, как в первой части. И я помню, да, вот, многие подтвердят то, что у нас была на каком-то этапе мета в тех же самых испытаниях Асирисов по ОП, из-за того, что Банджи поменяли там экономику зеленых патронов, она до сих пор там такая, да, то, что для того, чтобы хотя бы какие-то зеленые патроны у вас были, вы были обязаны ходить либо с Айсбрейкером, либо с Ноллен Бьйондом, то есть со снайперкой на белых патронах. У нас сейчас появился гранатомет на белых патронах, но не суть. Что могу сказать? Посмотрим, конечно, как это будет играться, как это будет работать. Будет ли эта пушка во второй слот, как это было в первой части, или она будет в третий слот. Но пока что я немножко в шоках, дорогая редакция. Ну да ладно, если вам лень смотреть часовую трансляцию, да, или мои предыдущие видосы, могу вот тут вкратце описать, что же у нас там было на этой прямой трансляции, собственно, в Ревенанте. Да. У нас в эпизоде выше будет представлена история соточена вокруг Фикрула, Поведителя Душ и Презренных. А также появится Митракс Эйда. И, по-моему, там еще будет Вором. От разбивки эпизода Ревенанта, от 1 до нескольких сюрпризов с кодовым именем. Там в рубеже было много чего, что можно было бы распаковать. Вот как описание прямой трансляции. То есть у нас будут в следующем эпизоде в Ревенанте зелья, тонизирующие капсулы. В эпизоде Выжившие в Destiny 2 появится новая система под названием Создание зелья, с помощью которой игроки смогут создавать тоники, повышающие эффективность наград и сезонных артефактов. Существует два типа тоников. Летучие тоники. Употребляйте летучие тоники, чтобы повысить свою боевую доблесть. Эти тоники используют боевые вкусы и повышают ваши сезонные перки по артефактам. А тоники с более высокой редкостью повышают несколько перков по артефактам. Обобщающие, точнее обогащающие тоники. Употребляйте обогащающие тоники, чтобы увеличить награды, получаемые за победы над противниками и выполнение заданий. Эти тоники используют вкусы вознаграждения и помогают вам настроить два определенных сезонных вида оружия, которые будут сопровождаться улучшенными перками. Вот так вот они будут выглядеть. Предоставлять их нам вроде бы будет эйда. Важно отмечить, что сезонное оружие в эпизоде Ревенант нельзя крафтить будет. Таким образом, игрокам придется настраивать оружие, чтобы получать желаемые роллы. Увы. Спасение в бою. Новые карты и оборонительные сооружения вражеские фракции. Любимый многими режим натиск, изначально добавленные бесплатные обновления на встречу свету, получат значительные улучшения в эпизоде Ревенант с тремя новыми картами, на которых представлены различные вражеские фракции, такие как Темные Клика, Ой. Да. Темные Кабалы и Презренные. Одно из карт, показанных во время трансляции, были в Дове Двор, собственно, был. В натиске, или в осаде, да, в осаде, есть режим 10 волн с усилением. Обычный режим 50 волн и экспертный режим 50 волн для опытных игроков. В, так сказать, в спасении, в осаде спасения, есть две новые защиты, турели и воздушные удары. У игроков будет небольшой шанс получить полностью отработанное эпизодическое оружие с двойным перком на 30-й волне. На сложности эксперт у вас будет два шанса получить это шедевральное оружие. Спасение в осаде на уровне эксперта будет иметь запреты на протяжении всего действия, в дополнение к модификаторам действия. То есть, я так понял, да, не получится... А, будут иметь проклятие на протяжении всей активности. Ну, типа, мобы какие-то будут подвержены четырем эффектам, которые мы в твапах проверяли. Ну, в том числе, там, взрыв ядерки. Также, ну, мины заградительные получат обновление, ориентированное на стадис. Ну, и про экзотическое оружие я вот уже отдельно в видосе про ресет говорил, расскажу еще раз. Банжи продемонстрировал экзотическое оружие из сезонного абонемента в эпизоде Ревенант. Стадисный гранатомет, использующий основные бейпассы, похожий на бойцовый лев, это пушка. Подобно горной вершине, снаряд этого оружия движется по прямой линии. Они также смогут нас подбрасывать, если мы, допустим, стрельнем под себя, так что это рай для спидраннера будет. Экзотический перк. Рудиментарная архимия позволяет игрокам собирать остатки, которые заполняют метр. Как только счетчик достигнет 50%, вы сможете сгенерировать специальные бейпассы для себя и своей боевой группы. При 100% специальной перезагрузке каждому выдастся тяжелый боекомплект. То есть, ну вы представьте, мобов поубивали, соответственно, зарядили эту полоску слева, перезарядились, стрельнули на землю и получили большое количество тяжелых боевых пассов для боевой группы и для себя в том числе. Круто, круто. Про айсбрекер мы уже говорили в начале, артефакт сезона я про него говорил в прошлом ролике, но в целом расскажу, что он очень-очень много содержит в себе стазисных перков, поэтому если вы любите играть на стазисе, если вы любите играть на стазисе, используя призму, то настал ваш звездный час. Банжи в прошлом эпизоде сделали стазис бесплатным, соответственно, его теперь можно спокойно запихнуть в артефакт, так что кайфуем. Очень много будет стазиса, очень много будет гранатометов, перки против воителей очень вкусные, так что будем врываться. Другие подробности эпизода Ревенант, раскрытые во время прямой трансляции. Вывернутый шпиль возвращается в эпизоде Ревенант с переработкой, то есть там будет больше вексов и там будут какие-то лазерные ловушки, очень много. В эпизоде Ревенант Ак-2 Банжи добавит действия, вдохновленные любимыми фанатами занятий из прошлого действия, больше никаких подробностей не сообщается. Банжи также предоставил новые приметы Банжи-награды для предстоящей гонки в подземельях для Веспера. Толстовку и браслет, ну дайте денег, в общем. Разработчик также рассказал о другом взгляде на предстоящий фестиваль усопших, комплектов брони, а также обо всем остальном. Но одна из самых главных вещей, у нас в следующем эпизоде будет доска, Зурборд. Ее можно будет купить за 97 странных монет у Зуры, так что копим монеточки, ребята. Не за серебро, не из ивента, который ушел из игры, а свежая доска, еще такая вот прикольная, красивая. Так что влетаем. Также у нас тут Банжи рассказали немножко про следующий год, 25-й год Десни, про дополнение кодового имя Аполлон. То есть такие тут будут две локации, прикольненькие. Да. Банжи также поделился некоторым подробностям о размере двух ежегодных дополнений, которые в Десни 2 будет продвигать вперед. Заявив, что эти дополнения сопоставимы по масштабу с дополнением Rise of Iron в Десни 1. Rise of Iron дополнение по масштабу, кстати, достаточно мощное. То есть у нас была сюжетка, был рейд, было, так сказать, экзотическое задание на Голохорн, еще куча всего. И также были переработаны рейды, переработанные по уровню силы и по наградам. Каждое дополнение представит новую сюжетную линию компании, множество наград с сильным акцентом на реиграбельность. Так что контент у нас в следующем году будет, не пугаемся. В следующем году разработчик также представит переработанную броню нового поколения. Броня 4.0 уже, наверное, я не знаю, кто считает. Но до этого броня 2.0 у нас вроде бы была, но сейчас, мне кажется, уже по ощущениям броня 4.0. В следующем году разработчик также представит переработанную броню с меньшим количеством характеристик для упрощения создания билдов. То есть у нас будет что? Подвижность, стойкость, восстановление дисциплины, вот это вот все. По словам Банжи, характеристики будут теперь ограничены на 200 единиц с более неравномерным распределением характеристик и меньшим количеством терротипенных характеристик. Но мы это, опять же, более подробно разбирали в моем предыдущем ролике. Как я понял, если, допустим, у нас будет 200 силы, да, от 101 до 200, то будет больше вероятность того, что при откате одной гранаты у меня откатится 2, к примеру. Вот. И теперь каждое очко имеет значение. Теперь, если вы там набрали 113 пунктов силы, над вами никто не будет ржать, потому что каждое очко из этих 113 будет играть роль. Как-то так. Но более подробно, я надеюсь, нам об этом расскажут либо в твабе, либо в грядущих статьях, потому что пока что не особо понятно, ну, типа, да, там, при 101 до 200 силы у нас будет дополнительный бросок ножа. При дисциплине у нас будет 200, под 200 у нас будет дополнительный бросок гранаты. При зеленых боепассах, там, в каком-то статье у нас будет больше шансов падения зеленых патронов и так далее. Но пока что есть вопросики ко всей этой системе и к тому, что случится со старой нашей броней, потому что, ну, банджи, конечно, сказали, что постараются статы подогнать, но, походу, от нее придется потихонечку избавляться. Посмотрим, как это будет играться, но, надеюсь, все-таки, какие-то пушки нам, какие-то шмотки нам оставят, но броню придется в следующем году фармить заново. Ну что ж, поиграем, получается. Ну что ж, ладно, на этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Лайки ставим, комментарии пишем, на канал подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы писать явление выходных новых видосов. Также, если кто-то захочет меня поддержать, может купить мой мерч, который мы вместе с группой Финалити Бютик выпускаем. Это личная поддержка меня будет, так что я буду рад, собственно, любому заказу. Собственно, если хотите приобрести толстовку, которая будет вас греть в эти холодные вечера, или майку из качественного материала, буду очень благодарен. Ну и также выкладываю я свои видосы на Дзене, на ВК-видео и на Ютюбе. Поэтому, кто захочет, может посмотреть. Ну и в один из следующих роликов можно попасть, если сумма доната увеличится в 10 раз во время стрима. И спасибо всем тем, кто поддерживает меня на бусте. Все, пойдем отдыхать уже, наконец.